Также в начале недели, но уже в поселке Махсагалох Анголасского района, компания «Якуцемент» запустила новый горизонтальный шлам-бассейн. В знаковой для предприятия церемонии запуска участие принял глава Якутии Егор Борисов. Шлам-бассейн стал первым объектом третьей технологической линии, который сдали в эксплуатацию. Полностью инвестиционный проект по расширению производства компании рассчитывают завершить уже в следующем году. Продолжит тему Любовь Васильева. «Якуцемент» – единственный производитель цемента в Якутии. Сегодня предприятие выпускает до 320 тысяч тонн цемента и клинкера в год, а республика уже потребляет около 500 тысяч тонн. Недостающий объем упоставляет из других регионов России через порт Осетрово. Ухудшение навигационной обстановки влияет на сроки и стоимость строительства. Продукт местного производства покупают промышленные, строительные предприятия, частные лица. Объем отгрузки цемента клинкера по улусам в 2016 году составил 364,5 тысячи тонн. Самый большой объем покрыл нужды города Якутска. Далее идет Мернинский улус – 71 тысяча тонн. Большое количество местной продукции было доставлено в Конголасский улус – 35,5 тысячи тонн. И далее идут Вилюйский, Горный, Алёкминские районы. Ихнюю продукцию мы используем для железобетонных изделий. После этого наша продукция очень качественная, соответствует всем требованиям. Только компании «Алрос» и «Якутцемент» поставляют около половины всей продукции. В прошлом году поставки для алмазодобывающей компании выросли. И от общего объема закупаемого цемента клинкера 46% закрыл «Якутцемент». Компания «Адгезия» – один из крупных заказчиков. Сегодня предприятие ведет строительство социальных и других объектов на территории всей республики. С ростом объема работ увеличиваются и потребности в строительных материалах. На данный момент стадион строим здесь. Залили около 12 тысяч квадратов. Марк «Якутцемент» дает, марк «Якутцемент» в составе бетона вполне подходит и соответствует всем требованиям. Для обеспечения потребностей внутреннего рынка «Якутцемент» с 2014 года приступил к реализации инвестиционного проекта по расширению производства. Третья технологическая линия должна полностью закрыть потребность республики «Цементе». Все мы очень переживаем и болеем за то, что мы задумали, а это строительство третьей печи на «Якутцементе» свершилось вовремя, в срок, и чтобы мы выпустили продукцию уже в начале 2018 года. Для ввода третьей линии производительных сил компании параллельно возводится несколько стратегических объектов. В данное время предприятие выпускает строительные материалы на двух печах. Работа идет круглые сутки. А в 2018 году будет открыта третья печь. После обжига клинкер попадает в объединенный склад, там грейпером откидывается на склад. После этого, после остывания, клинкер подается на мельнице, где производим помол «Цемента» определенной марки 32,5 и 42,5. То есть, старая марка 400 и марка 500. Усиление производительных мощностей позволит заказчикам снизить транспортные расходы и зависимость от навигации. Также с вводом новых объектов будут созданы 80 новых рабочих мест. На открытии нового объекта «Шламбассейна» глава Якутии Егор Борисов отметил, что местные производители должны идти в ногу с темпом развития промышленности и строительства. Если до этого 300 тысяч тонн цемента, который производил здесь, она как-то обеспечивала наши темпы, которые были в прошлом, но сегодня уже нет. У нас потребности имеют и газовики, имеет и транснефть, имеет и алроса, наше строительство, жилья, объектов социально-культурных. Якутии «Цемент» и его учредители, его акционеры приняли решение расширить это производство. Реализация этого инвестиционного проекта имеет стратегическое значение. По исследованиям сырьевой базы известняков и суглинков, сосабыцкого месторождения достаточно, чтобы обеспечить махсоволохским цементом не только Якутию. Таким образом, перспективы для развития компании есть. Любовь Васильева, Максим Ростовцев, Алексей Старостин, НВК «Саха», Хангласки-Улус, Верхневилюйск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова